Был привлекательный. Спартак быстро добился успеха. Уже на восьмой минуте ушел в прорыв Ширко и спокойно обыграл армейского латаря. В дальнейшем... Или увидим? Ну вот перед этим Далматов заменил Шишкина на первую шину, дабы припить с единополе. Считаю, что Шишкин не справлялся с обязанностями. Там люди приходят в команду уже с понятием, что чемпион... А это уже классика спартаковская. Это просто. Когда забудет старый мяч в четвером вороте команды. Внимание на мяч. А то, что творится за спиной, у тебя нет. Поэтому класс игроков всегда... Он понятен? Класс игрока зависит от чего. Он должен видеть и игрока, и мяч, и ворота. Это три кита. И опасный момент после этого. Пас без органов забивает четвертый мяч. Кутепов дотянулся до мяча, но впервые в этом матче не смог. Пойдет 11-метровый. И все-таки добили мяч в четверку армейцы. Это, по-моему... Удар. И снова опасный навес. Выходит Сметанин как-то неуверенно. Удар поворотом. Гол! Второй мяч. 2-0 ЦСКА впереди. Куча Малак. Варванов. Мяч доходит, по-моему, до Кулика. И снова в гол. Ну вот так вот. Перевод хороший из центра. Филипенко сделал на правый фланг. Оказался неприкрытым Кулик. И забивает свой второй. Пас на Ширко. Ширко проталкивает мяч Робсона. Робсон выходит в ворота. Обыгрывает Акрошидзе. И забивает первый мяч в ворота ЦСКА. 61-я минута. Буквально минуту прошла. И отличился Робсон. Не раз замечалось в последних матчах. И армеец уже на первой минуте открывает счет. Неудачно в этом эпизоде сыграл и Александр Филимонов. Который в последних мартак. Не секрет, что каждый угловой или штрафной ворот ЦСКА из-за неуверенной игрок Робсон. Робсон доводит болельщиков красно-синих угадал с заменой. Алексей, ворвавшись в штрафную, пробил из-под Ковтуна. Вновь отмечаем неудачную. Посмотрите, Баранов это можно было предвидеть в российском чемпионате. Получив своевременный пас от Робсона, Бесчастных сбросил с себя Бокова. И выйдя один на один с Киркуном, перекинул армейского вратаря. 1-0. Не сбил поворотом, но вместо удара получился пас на выход Ранжеловичу. 1-1. До перерыва. Комментально поднимается и тут же отдает мяч Симаку. Передача на левый фланг и Соломатин врывается в штрафную. Гончаров спасает команду после первого удара армейского полузащитника, но второму уже ничего не может противопоставить. 1-0. Сыграно 11 минут. Спартаковцы смогли ответить. У мяча Гусев и счет становится 2-0 в пользу армейцев. Гусев разобрался на правом фланге с цехмист руком, сыграл на Юриса, который одним движением убрал бросившегося на него Мойзеса и пробил точно в нижний угол. 3-0. На радостях Лайзен. Но на 34-й минуте Рахимич выдал отменный пас Симаку, который сумел остановить мяч и нанести точный удар. 1-0. И радости армейцев нет предела. Еще один шаг к золоту. Вес Гусева со штрафного и Яновский, опередив маленького Павленко, головой забивает второй мяч. Решов после скидки Данишевского сокращает разницу в счете. И спартаковцы всем своим видом показывают решимость продолжать борьбу. Дорохной с Калиниченко последовал мощный удар, с которым Мандрыкин справился. Но мяч отскочил к Титову и тут же обратно в ворота. 1-0. В начале второго тайма на поле появился Гогниев, заменивший Кусова. Фактические коррективы сразу же сказались на игре. Если в первые 45 минут солировал Титов, то во вторые Симак. Он и сравнял счет. После навеса Гусева Шершун головой скинул Симаку, который пробил с летом. В секторе армейских болельщиков взметнулись в флаге государств, чьи представители играют за ЦСКА. Не важно, что кто-то из них правил Василий Березуцкий. 2-1. Спартак вновь впереди. Армейский. Гусев хладнокровно реализовал пенальти. 2-2. Спартак упустил свой шанс на 88-й минуте. Симаку, а тот Яновскому. И Игорь вывел на ударную позицию Ерошика. Спартаковец Луизао почти накрыл армейца, но рикошет и мяч парашютиком опустился за спину вышедшего из ворот Баги. 3-2. И Романцеву все ясно. И отданная красно-белой торсиге южная трибуна скрылась в хлебах петардного дыма. А випло же тем временем президент армейцев Евгений Гиннер, смотревший... Пенальти взялся исполнить Игнашевич на Ковалевский, мощный удар по центру ворот отразил. На армейское счастье, прямо на Симака, который дослал мяч в сетку головой. 1-1. И действительно, на 111-й минуте матча, потерявшая много сил, оборона Спартака была просто не в силах помешать реактивному проходу и точному удару бразильского Джокера ЦСКА. 2-1 в пользу чемпиона, спустя пару минут и вовсе пославшего противника в нокаут. Гол Кириченко окончательно снял с повестки дня вопрос о победителе, заодно показав, Спартаку еще только предстоит наладить команду. В данной форме в основном на первых минутах оборонялся. И уже на 9-й минуте проход лучшего игрока встречи. В первом тайме Юрия Жиркова по левому флангу увенчался передачей. В первом тайме Юрия Жиркова по левому флангу увенчался передачей. В первом тайме Юрия Жиркова одиа, который был одним из самых полезных по традиции уже игроков в составе ЦСКА, сделал результативную передачу в стиле Ролана Лусева в центр штрафной площадки соперника и Ивица Ольжи на этот матч. Кебе первый серьезный промах на позицию центрального защитника допустил на 18-й минуте. Темнокожий Сенегалец... Еще один спорный момент в матче произошел на исходе 30-ти минутки. Видели, что попал мяч в руку Шейнберса, пожалуй, все зрители, которые собрались в этот мяч в Петровском паре. Идиодия с фланга. И там почему-то игроки в белой форме располагаются не очень правильно в этой ситуации. Обыграв на фланге двоих, полузащитник от души приложился к мячу с левой. Много мимо ворот. Но Бояринцев читал игру как отначили с того, что у них получается, пожалуй, лучше всех в России. Опять штрафной и снова подопечный Газаева удивляют всех новым розыгрышем. Меньшит раскрываться. Да также со стандартов. Между близнецами уже в пору устраивать социалистическое соревнование. Теперь забило. Времени у Евгения было его исполнить немало. А там уже почти хоккейный вариант. Выход вдвоем против одного. Ликвидирует Акинфеев. И гол на шестой минуте. Кто тогда мог подумать, что этот мяч станет единственным и решающим в матче. Потом с поля уйдет и Вагнер, который делает сейчас передачу. И Карвалью, который открывает. Обыграл Панюченко. Пустые ворота. Пустые ворота. Навесить им можно забивать. Удар. Гол. Здорово. Егор Титов. Егор Титов открывает счет в этом матче. Егор Титов, которому 29 мая исполняется 30 лет. Использован. Вам этот эпизод. И может быть повнимательнее еще посмотрим. Но Вагнер. Ой-ой-ой. Какой момент. И сейчас будет гол. Да, сейчас все. Причем по центру. Вот что удивительно. Просто как нож. 1-1. Навешивает Бояринцев. Афаасно. Вот начало. И здесь Афсайта нет. Великолепный гол Моцарта. Ну вот что праздник из футбола. Ну вот если бы Снежок убрать у нас... Ой-ой-ой. Посмотрите. Ну вот это была ошибка Зуева. Да. Это ошибка. Ошибка Зуева бесспорная. И бронзовый призер кубки. Матч сыграли в ничью. Но 0-0 Блохин похвалил Калиниченко. Ой-ой-ой. И какой мяч. Какой мяч. Ну как можно было оставить Жо? Да. Как можно было, который выше на голову оставить. Стандартное положение. Очень так оригинально разыграли его армейцы. Упал Быстров. По поводу того, толкал его Карвалью, не толкал. Мы тоже поговорим. Но не в динамике этого эпизода. И в результате все заканчивается. Мяцин и кто мог подумать, что придется в такой сложный матч выходить. В принципе, вратарь сыграл здорово. Среагировал. Да, на удар. Но дальше уже вот что произошло. Вот такие контратаки. Третий подряд штрафной. Удар. Гол. Гол. Это Жо забивает. Ну что, бог троицу любит. Какой танец мы сейчас. Если действительно там травма задней поверхности бедра. Вагнер рвется вперед. Сейчас уходит от двух соперей. Удар. Удар. И это все. Рискну предположить, что это все. Для Спартака. Вагнер. В рамках чемпионата страны. А может быть и пятую. Почему бы и нет. Удар. Ну и это уже разгром. Разгром. Хотя, конечно. Ход проницательности. Армеец радовался не меньше. Сначала оказался за Карвалью. А затем выяснил за себя. Но беспристрастная видеокамера доказывает, что мяч ворота Спартака залетел от ноги Карвалью. В минуту для того, чтобы восстановить паритет, Спартаковцы нанесли аж четыре удара. Последним и самым точным оказался Ираник. Можно, конечно, говорить о Фортуне. Но не зря же именно Спартаковцы все время на мяче были первыми. В итоге задачу минимум выполнил. Забив эффектно. Неизвестно, правда, куда смотрели защитники Спартака. А ведь до этого Хорват бил с точно такой же позиции. Можно же было сделать. Впрочем, ошибками грешили и армейцы. Ковальчук находит прямо у угла ворот Павлюченко. Который одним кивком головы оставляет ни с чем Акинфеева, Игнашевича и еще несколько десятков тысяч болельщиков ЦСКА. Не сработал на выходе вратарь. Зрелище обеспечено. Его просто надо суметь разглядеть. В матче за суперкубок проблем с видимостью не было. Дымовые завесы на трибуне. Игнар оговорился, что Спартак – великий российский клуб. О том, что ЦСКА тоже таковым является, речь не заходила. Но учитывая планы, пиши письмо Газаеву, а также еще 55 тысяч болельщиков увидели в Лужниках очередной триумф ЦСКА. Две трети матча сражался с великим ЦСКА на равных. Во всяком случае, счет на табло трижды был равным. 0-0, 1-1, 2-2. Вспомнил, как год назад забивал в каждом матче. И особенно любил Спартак. Об этом красно-белые, видимо, забыли. У ЦСКА тоже все правильно. 1-0. Красич левое закручивает и попадает. Серб от молодого Кудрашова ушел и опытного притекоса огорчил. И это не клубников на одного Игнашевича. Речь о Сабитове. Он отдал ювелирную передачу и быстров неприличное для вратаря забил. Мандрыкин должен 20 копеек. Моцарт пробил не идеально, но победителей не сует. 1-0 счет, который сохранился до сечения первых 45 минут. Чем при угловом. Ну, как, давайте посмотрим. Вот навесная подача. Удар вдоль ворот. Что я вам сказал, что эта позиция лучше, чем при угловом. ЦСКА забивает и ведет 1-0. Это атака для программы «Эхо». Для смакования. Таким образом, 3-0. Удар поворота. Ну, я вам скажу. 4-0. Что делается с притекосой, я не могу понять. Вышло опять. Так здесь в середине очень тесно. Удар следует поворотом. И стартат один мяч отыгрывает. Удар классный. И как удар украшения. А сейчас... А сейчас больше редких рядов, нежели заполненных. Плетекоса после чего... В 59-й минуте краснобелам удалась атака, ставшая в итоге исторической. Прудников выполнил навес на никем не прикрытого Быстрова. И Владимир точно отдал на Баженову. Тому оставалось лишь попасть в пустые ворота. Спартаковские игроки прям... Первые 23 минуты. Очень интересные. Сумасшедший удар Шембереса. И, как говорится, вынимай пятнистого. Кто же знал, что, по сути, это будет самым метким и единственным выстрелом по воротам со слона Джанаева. Товарищ Алекс в очередной раз доказывает, что для него нет сложных задач, когда он выполняет штрафной. Бросок Акинфеева лишь немного изменил траекторию полета. На этот раз расстояние ближе, да и стеночки нет. Алекс оформил дубль и отправился. Судя по тому, что мы видим Акинфеев. Пауза и очень легко Алекс открывает счет. Надо ли говорить о том, как важно... Что-нибудь, что игроки, что-нибудь все просто теперь дальше легко пойдет. Тем более, что на ней сейчас страсти кипят. Красич и удар от землиц Загоев. Первый удар не прошел, второй прошел. Вот так вот. Гол в раздевалку. Сейчас модно так говорить. Кто-то один... Вводит эта передача на Красича. Более того... И более того, Томаш Некцет, которого мы так критиковали в первом тайме, выводит он, что... Так. Велит он штрафной. И 2-2. 2-2 и 21-й мяч. Велит он. Василий. И удар поворот. О, какой гол влетает. Я даже... Ой, вы знаете, у меня нет никаких... Важенов режет угол. Баженов можно бить в передаче. Зачем? Ой, гол! Мамма миа, что произошло, а? За голову хватаемся. Гол в свои ворота забивает ЦСКА. Мяч от... Пробить его... Его угол. Игнашевич удар. И мяч в воротах! 1-1. 1-1. Сергей Игнашевич. Погодный сыграл очень здорово. Вагнер. Выход 1-1. Вагнер. Вагнер. 2-1. ЦСКА вырывает победу. В дерби в матче против Спартака. Павел Мамаев. Герой матча. В том, что сам футбол был очень ярким. И солировали все те же. У Спартака бразильцы. Велитон не забил. Зато не промахнулся Ипсон. Гость... При счете 0-1 и уступая численно, ЦСКА заиграл неудержимо. Легионеры атакующей линии разбирались с оппонентами легко и непринужденно. Первые два мяча в первую очередь. Индивидуальное преимущество игроков одной команды. Над игроками. Следующий матч бразилец пропустит. Он наверняка так и планировал. Но санкции со стороны руководства едва ли будут. После такой игры не штраф за удаление, а премиальный за победу получит даже Шемберас. Последний матч в сезоне... В этом эпизоде номинальные гости в этой встрече играли несомненно от своих ворот. С парой центральных хавбеков, Гориока, Шишуков, которые больше назад, чем вперед. И после матча дали основание говорить о том, что все решение в заявке оказалось не заполненной. Подача опасна. Нецит забивает. Забивает Нецит. Один. И где Цзюба? Удар! Ой-ой-ой! Гол! Один! Скоро он выйдет на поле. И застыл при этом. В атаке Спартак. Гол! Ари! Ари! Спартаковская трибуна. Подача на ближнюю. Гол! Гол! 2-2! Думбия! Никто и трибуне, правда, побежал, но другой там нет. Гиди. Снова подача. Снова удачная Цзюба. Скидка. Битцов. Аккинфеев! 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 Вагнер! 3-3. Слуцкий. Яккинфеев отбивает его удар. Мы поздравляем московских армейцев с победой в этой эпической игре. Поздравляем с выходом в финал Кубка России. Поздравляем ЦСКА! Этими делами стали его гол, ворота вышедшего Чепчугова и последующее участие в Пиноккио шоу Убровки. 1-0. Все же использовали как надо. После подачи корнера мяч заметался в штрафной и оказался рядом с лучшим бомбардиром премьер-лиги Думбия. Ивуарий Судоторшич оказался вознагражден за свои старания подарком от обороны красно-белых. Мяч прилетел мимо Дикани и, облизнув штангу, оказался в воротах. 1-2, но голевая прагрит на противостоянии с Лиги оставил не лучшие впечатления. Но такой важный и вместе с ним выдающийся гол форварда снимает с него всю ответственность за польскую неудачу. Атака ЦСКА стала абсолютным сюрпризом для всех. Думбия и Тошич воспользовались провалом в центре обороны хозяев, и серб, забивший среду на Сантьяго Бернабеу, отличился и в Лужниках. Игра стала потихонечку раскрываться, но по-настоящему голевых моментов до перерыва пить игрался. Левый защитник Макеев пошел вперед, сместился в центр и отдал хорошую передачу на Дзюбу. А дадим должное Артему, прежде он редко использовал свой первый же голевой момент. А тут удар слева вышел на заглядение. Атаки получались обоюдоострыми, но вперед вновь вышли гости. Думбия выиграл в центре штрафной борьбу за позицию Парехи и спокойно катнул мяч. Вставленный фиаско в матче с Анжи. Сезонная серия, не считая кубкового поединка, была самая, что ни на есть равная. У каждого из коллективов было по победе, между которых кралась августовская ничья. Но уже по исходу получения до перерыва красно-белым удалось, что называется, отмазаться из-за своего партнера. Дзюба, получив точную передачу от Магиди, ворвался в штрафную. И неотразивым ударом под перекладину уравнял, что все-таки добился своего. Это все тот же Зоран Тошич, отмечавший в день дерби свое 25-летие, сделал себе и своим партнером лучший из всех возможных подарок. Именно его филигран. Когда-то ассоциировалось с прилагательным Спартаковская, ставит красно-белых в тупик. Японец Хонда выводит на ударную позицию Мусу, и юный нигерийский форвард свой шанс использует на ура. Должок. Выцарупал мяч в центре поля у Брызгалова, рванул к воротам и отправил партнера на рандеву с Письяковым. Голки и суки долго будут крутить по японскому телевидению. На право можно сыграть, Макеевка на штрафной площадь. Ударит езкову, гол! Голд, потак 1-0, Макиди! Макиди, Кирилл Камбар, полозащитник в центральной зоне. Карионка, его форвардный момент, гол! 3-2-0! Отличная передача от этого Макиди в центр штрафной! Пас на Мусу, Муса в точку, надо забивать! Гол, Муса! Муса возвращает в СССР в игру! У тебя армейская путь! Гол! 2-2! И здесь мяч отскакивает Костя, еще одна подача! И Асбилис, гол! Посмотрим, не было ли там Асайда, Асбилис? Нет, Асайда никакого не было! Курада на ближнюю штангу! И второй гол! Влетает в ворота! Путь мяча игрок Спартака, кто же это был? Это был Жаров, и точную передачу надо делать! И Паршевлюк 3-0! Беспрепятственно наносит игрок Спартака удар поворотом! На бабки не успевает за Камбаровым! Камбаров в голевую передачу, и опять... Лучшим игроком матча против Польши! Какая ошибка! Думбия после ворота 1-0! Большой привет Артему Реброву и... Евгению Макееву! Сиду Думбия 1-0 ЦСКА повел! Большой привет Артему Реброву! Большой привет Артему Реброву! Большой привет Артему Реброва! Большой привет Артему Реброву! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok